ну что друзья мы возвращаемся к нашему разговору все-таки если конспективно так конспективно мы пройдемся по вопросам эмиграции был конфликт советской властью власть не нравилась у меня света у нее лет шести конфликт советской власти в том смысле что и хотелось тут уют причем почему у него фамилия такая сочная была розенштейн ух как я пару таких фамилий великих русских знал одна из них розенштейн другая розенбаум розенталь вот я тут смотрел на днях фильм парфенова называется русские евреи там три серии я посмотрел и там цитируют из ярослава смелякова у него было такое стихотворение там про любку фигельма вот у нас фигельма и да у меня была эта песня которую я любки это реальная песня я сделал как стих оставайтесь с нами нет ее даже миша северный пел что я вполне серьезно когда любки ее показал нам это поверить не могла я сказал ну я тогда любка любка это жена бывшая бывшая жена это не она из сочи да вот она из сочи хорошая она у нас училась очень хорошая вы зайдите в экран то что же вы так спрятались да я боюсь у меня все увидели как я покраснел так что говоришь любка любка стал и фигельма тут нет ну то есть она ласт нэм не меняла но да прикидывалась хорошо значит итак но она все тестирует или что честно говоря я не знаю чем она занимается бывает но тестировала мы знаем да так вот сочная фамилия бывает что какая-то несовместимость советской властью итак уехал в прибалтику потом уехал в финляндию потом в америку то как попал дело в том что я же везде революции дел и в финляндии я тоже стал персону нонград а как на каком языке стал на их у финны меня объявили персонана но вы на каком языке им протестовали то что но это это очень долгая стула на самом деле не хотелось бы во всем я помогал эстонцам и когда русские ушли когда советский союз развалился русские ушли из эстонии они оставили в эстонии военные базы и оставили технику в том числе они оставили катера пограничные на подводных крыльях там стояло 9 шикарных дизельных катеров из которых 8 были рабочие у девятый был разворованный двигатель и эти катера остались эстонцам и а эстонцам нужны были деньги они не могли их официально продать потому что вроде бы как есть обныршип русские вроде бы русские все это бросили то есть это такая серая зона и я принимал участие в помощи продать им чтобы они не выступали официальным представителем этой сделки за что вас финны не полюбили дело в том что договорились продать их финны очень болели этими катерами потому что тогда технологии вот этих на подводных крыльях ни у кого не было кроме советского союза примененный к легким катерам с торпедами там всякая ерунда ну да они в нем надо они что хочет конечно конечно и финны изъявили большое желание на покупку и уже была заключена сделка с финнами что финны должны были их купить к сделка не хочу рассказывать подробно в последнюю секунду развалилась чем пришлось уезжать из фенляндии я предаю меня за это объявили первая я был там и так как я работал практически с финским правительством то они на меня очень сильно обиделись не понимаешь вот так и попал сюда уже будет попала виза нет я получил убежище политическое уже финляндия да ну со своим кейсом богатым всех своих судимости и врагов и был в и врагом народа и измене никого рода брат уже был в сша брат уже был в сша это уже проще это уже было проще да конечно шло как воссоединение семьи плюс у меня такой богатый уже был багаж нелюбви советской системы что у меня не было в общем никаких проблем и уже после того как приехал и сразу значит приехала моя жена у меня было двое детей два мальчика один правда только-только вот совсем был маленький ему годик был когда это было когда приехали 93 год и так приехали рецессия тут а профессия была какая-то в руках революционер такой такой технической степень у меня была ученая степень нет нет моя кандидатская была по экономике по макро по модулированию макро процессов экономики то есть на самом деле большая глупость которая не нужна была советскому союзу совершенно хорошо но это были математические методы да это было математическое алгоритмирование ну то есть сказать просто что например в зависимости от мировых цен на нефть и процентного отношения продажи нефти например в бюджете страны кофе золото и так далее то подобное включая скорость работы конвейеров автомобильных то есть чем больше закладывается тем больше прогнозирования макро на высоком уровне многолетние прогнозирование планировать делается но советском союзе были пятилетки утвержденные цк кпсс хорошо и так и так была ученая степень когда-то наук был было образование математическое не было четкой понятия какой-то профессии по которой работалось не горжаем в сша и тут и тут ну отбросить что первые пару месяцев я возил пиццу как все обычное состояние я потом попадаю в 90 это в лос-анджелес нет 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 сюда мы приехали сразу сюда значит и я попадаю в сейчас это пасифик балл тогда был как как когда-то интенти расщепили телекоммуникации в телекоммуникации и с пасифик балл тогда если как некоторые помнят да миш QA тогда отличалась немножко от QA сегодняшнего тогда не было такой четкой формулировки QA как науки как science и были многие компании в которых QA не было сформировано как идея хотя уже было начало это было начало хотя уже были автоматизации какие-то ms-test например ms-test 1.0 в 92 году в конце вышел точно в конце в 93 уже с ним уже была работа потому что 2.0 тоже был плохой но 2.2 уже более или менее он работал он уже не крашился это просто как пример что уже тогда была автоматизация но формулировка QA не было такую она была более расплывчата чем сегодня почему возник QA откуда QA взялся дело в том что товарищ мой еще после надо опять вернуться когда я в четвертом году приехал в Россию в Россию выяснилось что из 36 человек нашего класса из школы со второй только 4 человека остались в России а все остальные были за рубежом включая Америку Израиль даже в Новой Зеландии была девочка туда попала в общем разбросала по всему миру и я пытался найти друзей потом друзей не друзей а с которыми учились вместе одноклассники одноклассники и друзей друзей и вот так оно слой на слой налеглось и познакомился с парнем но он такой же был как я и он работал в Факбелле и он попросил и он говорит слушай вот ты что-нибудь о QA знаешь но это уже 2004 год не 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 это было до это было до четвертого года потому что я его уже знал я просто в четвертом году узнал что многие уехали а с кем-то поддерживал какие-то я понял то есть кто-то из одноклассников наверное да и он говорит а ты знаешь что-нибудь о QA и я выкатываю вот так глаза и говорю а что это такое он мне пытается объяснить на ломаном QA-шном языке интернета как такового-то уже был интернет но были дайлак модемы если помнишь Миш который надо было долго ждать он еще звук издавал но это уже 95-й 93-й был но тогда это не был тот интернет который сейчас снимали ну конечно он шел по телефонным сетям очень медленно и были я помню сильнейшие самые моды мы в 18 как-то назывались когда загрузить страничку 5 минут сидел ждал поэтому не не загружали странички с фотографиями с объектами но дело не в этом я пытаюсь понять что такое QA оно makes absolutely no sense to me но я себе говорю ну это что-то непонятное это что-то интересное что я не знаю надо туда идти и вот так в 93-м в конце в начале 94-го года я попадаю в Пагбен тестером на контракт когда 25 долларов в час какие большие деньги были большие были деньги тогда и вот с этого момента моя биография начала развиваться в направлении QA и я все еще здесь я все еще в QA я все еще спорю иногда с Мишей по поводу теории QA у нас иногда бывают расхождения по методологиям и по подходам но у каждого своя точка зрения у нас как курсы где учат машину водить а дальше вы попадаете там в Нью-Йорк по даунтауну там одна езда точно а допустим в горы куда идти там еще заслеженные там совершенно другая но где-то прописаны правила вот мы у нас все по правилам и это на самом деле правильно потому что я все время Мишу провоцирую на то что современный QA должен быть против правил но это еще может быть опять связано с тем что я революционер в голове что я не могу жить по правилам может быть и нет вот как отжайл так казалось бы отжайл это такое когда правил нет но дальше есть правило когда нет правил ну на самом деле у отжайла опять не хотелось бы об этом говорить У Аджайла есть жесткие правила, не жесткие, у Аджайла есть несколько правил, в зависимости от того, какие из них соблюдаются, какие из них послабления, ты попадаешь или в скрам, или в канбан, предположим. Да, я просто все говорю, по сравнению с традиционным, вот это просто катастрофа какая-то и все. Между нами девочками говоря, конечно, я не могу не признать, что Мишин подход к образованию, к QA знаниям, как наука, это совершенно фундаментальное. Опять, ни в коем случае не подумайте, что я пытаюсь отрекламировать Мишину школу, не пытаюсь. И мы с Мишей знакомы, я уже не знаю, сколько лет, и Мишина школа это Мишин бизнес, который ко мне не имеет никакого отношения, я не собираюсь лезть и подсказывать. Это народный бизнес. Пусть будет народный, поэтому я ни в коем случае Мишину школу не хочу рекламировать, но Мишин подход абсолютно правильно фундаментальный, и, конечно, без фундаментального подхода нельзя потом делать никакого высшего пилотажа. Чтобы делать высший пилотаж на самолете, надо прежде всего научиться водить самолет. Правда? Я бы сказал так, если по-простому. Значит, понимаете, чтобы курить сигару, надо элементарно базовое образование иметь, но надо откусить кусочек или ножничками, но нельзя вот так. Понимаете, вот мы учим, что кончик надо отрезать. Это фундаментальный образование. Сигары могут быть разных фирм, понимаете, и разные крепости, и там запрещенные к ввозу в некоторые государства, но, во всяком случае, кончик надо отрезать. И мы боремся вот за это с переменным успехом. То есть некоторые не отрезают кончик, некоторые с другой стороны пытаются, некоторые мочат, слюнявят, но главное не сдаваться. Нет, 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 но у нас, ну в общем, интерншип, там они тоже кончики отрезают. Так что вот из тех лет, с 94-го года, я вот, сколько, 24 года. Тестирую, значит. Тестирую. Нет, я скорее не тестирую, я скорее думаю. Хотя, думаю тоже тестировать. И я безумно балдею от своей специальности, и я получаю оргазм мозга от своей работы. Я ее очень люблю. И I wish, чтобы вы, те из вас, которые планируют сюда приехать по этому пути пойти, идти ли в Мишину школу или нет, в данном случае relevant. Но мне бы очень хотелось, и я желаю вам всем, получать такое удовольствие от работы, какое получает своей работой я. Я реально свою работу люблю, я реально от нее балдею. Ну и грех жаловаться за нее, неплохо платят. Ну, грех жаловаться. Хочу сказать, что мы совершили с помощью YouTube в основном такой необычный маневр. Мы принесли тестирование в жизнь людей, которые не живут в США, а которые живут в Украине, России, Белоруссии и так далее. Они от нас узнали, что есть QA, там подучились, пошли нашли работу. И если посмотреть там, скажем, на людей, которые, ну я не знаю, там в Москве, в Питере, например, тестируют, то выясняют, что половина из них просто как бы наши воспитанники такие. Может быть не напрямую, а может быть косвенно. Но во всяком случае, да, мы донесли до большого количества людей, что оно есть, потому что они не знали. Они не только тут не знали. Слава богу, в Америке уже так, в русскоязычной среде все знают про QA. Индусы все знают про QA. Но если пойти к американцам, они не в курсе. У меня был мужик из Миннесоты, пастор, баптист, фу, да, но, но, баптистский пастор, пастор работал в саппорте. И, значит, два года был без работы. Мне его прислали с миннесотского анемплоймента, то есть он потерял работу, два года не мог найти работу в саппорте. Я смотрю, а там полно работы по QA. Да он бы давно ее получил без наших курсов. Но он просто не знал, что есть такое. Он когда видел QA, он думает, ну это же не саппорт. И мы его немножко подучили. Американец такой, бах туда. Он на первой работе в QA получил больше денег, чем он когда-то получал в саппорте. За всю свою жизнь в саппорте. И американцы не знают. Вот, вот, штука какая. Поэтому нам еще осталось, друзья, донести это до американцев. Невозможно все донести до всех. Надо делать выборочные выставки. По чуть-чуть. Ну, по чуть-чуть. Свои нам ближе. Ну, а потом закончить уже такую мою длинную историю жизни. Ну, как это и, наверное, многие проходят через это. Я расстался со своей женой. И я жена. Не волнуйтесь. Все, слава богу. У меня все хорошо. И процессы развода, кстати, очень интересные бывают в Америке, когда годами через адвоката воюют, дерутся за три копейки. В общем, довольно неприятно на это смотреть. Как только это становится эмоциональным, это становится очень разрушительным. И морально, и материально. Тут еще есть момент. Я цитировал у нас на канале, но я понимаю, что не все смотрели. Была статья, по-моему, в Блумберге была статья, где писали про пять факторов, которые разрушают финансы людей. Так вот, один из них это развод. То есть развод это когда оба теряют в деньгах. То есть они бьются за деньги. А теряют оба. А теряют оба катастрофически. Это правда. Так вот, я со своей бывшей женой не враждовал. И мы не ругались. Мы до сих пор поддерживаем хорошие отношения. Потому что она для меня всегда, моя бывшая жена, будет остаться просто великим человеком. Но я не хочу сказать женой декабриста, которые поехали за своими мужьями. Но она мне родила. И воспитала пока дело революции двух совершенно обалденных пацанов. Которые уже взрослые мужики. Уже устроены своей жизнью. Но она мать моих детей. Конечно, она всегда будет для меня. Но вы не проходили через судебные дела серьезные? А дело в том, что здесь без суда нельзя развести. Нет, мы мирно очень. И мы не дрались за три копейки. Потому что она мать моих детей. И все, что бы я ей отдал или оставил, все равно это перейдет детям. Так что же я буду у нее драться, заплатя адвокатам в 10 раз больше, пытаться изо рта вырвать кусок хлеба. Ну, это, с моей точки зрения, это глупость. Ну, хорошо. Это отдельная тема. Разбаку американские. И хераем. Понял. Не то, что вот это, знаете, как это, всем вам. А это я тут. Ой, а как оно? Ну, херва... Ой, ребята, простите. Хераем. Вот сурджик плохой, да? Вот надо на по-русски. Хорошо, хорошо. Значит, тогда мы переходим туда, меняем тему. С точки зрения... Вот такая тема. Первая работа. Первая работа. Приезжает человек для иммигранта, который меняет профессию. Если у него профессии есть, у него проблема не в том, чтобы ее менять, а в том, чтобы в своей профессии встать на ноги. Хотя иногда бывает, что проще поменять, чем в своей встать. Это зависит. Но вот человек, который решил менять профессию. Мы понимаем, что QA это одно из направлений для людей с образованием, как правило. То же самое, как, скажем, в вождении от рака, то же самое, как, допустим, в медицине. Очень многие люди переключились в медицину. Не во врачи, но в сестры, медсестры. Какое-то количество, в наше время, например, начало 90-х, массово переучивались на бухгалтеров. Ну, таких, начальное. Потому что хватало на работы, был спрос. Даже во время рецессии, казалось бы, тоже на свои 8-10 долларов они выходили из всяких лавочек, где я как раз преподавал в паре таких лавочек. Их разбирали на 8-10 долларов. Поэтому иммигранты, как бы, очень активно переучиваются, осваивают новые рубежи, территории и так далее. Вот со стороны, как бы, есть что-то, кроме QA, например, для человека, ну, более-менее образованного, стремящегося к какой-то интеллигентной работе. Есть какая-то альтернатива? Альтернатив-то, на самом деле, очень много. Реалистичных. Реалистичных. Я думаю, что, ну, я вот, когда смотрю сейчас, когда я смотрю назад, я думаю, что я почти случайно попал в QA. И я тоже. То есть, почти случайно означает, что это не было целью моей жизни, когда ехал в эту страну. Естественно, этого не было. Естественно, я о QA не знал. А возвращаясь к вашему вопросу, даже внутри компьютерной индустрии очень большое количество различных технических или полу-технических специальностей, или специальностей, которые require, например, аналитические skills, ой, навыки, да. Ну, заниматься аналитической работой. И, например, так как мне здесь приходилось работать в большом количестве компаний на совершенно разных направлениях, от медицины до транспортной деливери компаний, я видел, как много людей работают, зарабатывают хорошие деньги, которые не имеют прямого отношения или к программированию, или к QA, или даже DevOps, или C-седмины. Но они, потому что бывает technical support, например, да, бывает сложный технический маркетинг. Но в support всегда, да, английский хороший. Ну, если вы пытаетесь меня спровоцировать, смогу ли я вам подсказать какую-нибудь профессию талантливого человека без английского, не знаю. Язык, я считаю, что язык нужен. Но, ребята, давайте смотреть трезво, что вот так же, как со мной, когда я приехал, мой язык не был совершенно. Если вы толковый, если компания видит вас в необходимости, и они хотят вас иметь, они будут полузакрывать глаза на ваш не очень совершенный язык до тех пор, пока они будут вас понимать, и до тех пор, пока вы понимаете, что они хотят. Я вот смотрю, например, там есть люди, которые занимаются очень, не то что странными, но как бы такими, я бы сказал, неправильными делами. Вот, допустим, учился у нас там на тестах, пошел искать работу, там он даже поработал, может быть, пару лет тестом, и вдруг он пошел искать работу, а они все время там предлагают что-то не напрямую связанное, и вдруг ему говорят, вот это будешь делать? И он говорит, да, ну, работу еще нет, да, чего мне, ну, пошел. И что-то он делает такое, аналитическое, там, или я не знаю, там, какое. Сейчас, например, очень много людей, которые анализируют результаты, если бы, результаты поисков в этих самых, в поисковиках. Ну, она тоже может ложить, она, роды, закладывается, и это тоже... Да, но, в этом деньги платят, и вроде работа такая есть, и так далее. Но дальше, что получается, есть как бы профессии, без продолжения. Вот вы обратите внимание на чебурашку, который сначала не был чебурашкой, сначала он был игрушкой странной, да, к которой в магазине никто не подойдет. А стал, когда он стал чебурашкой, ему теперь каждая, там, дворняшка лапу подает. Почему? Надо быть чебурашкой. Тестер, это понятная чебурашка, которая есть место в жизни. Не согласен. Дело в том, что это больше зависит от человека, а не от места. Ну, подожди, вот есть профессия, он в ней работает, он анализирует что-то. Дальше возникает вопрос, нужна следующая работа, он кто? И вот выясняется, что он еще не чебурашка, он ищет все подряд, понимаешь? Он не раскатывается. Искать все подряд, это уже плохо. Уже плохо. А что он может искать, если он еще не чебурашка? Вот дело в том, Тестер чебурашка, там, скажем, программист чебурашка. Потому что дело в том, что тестер, это уже более или менее сформулированная, ну, я не хочу сказать наука, да, но это более или менее сформулированная специальность, назовем так. Да. А человеку, у которого нет специальности, или который шоп-эраунд, да. Конечно, не чебурашка, если он для себя в голове не формулирует... Прошу прощения. Да. Я отключу звук. Если он не формулирует для себя, что он хочет, и не формулирует себя чебурашкой, или справа, или слева, конечно, ему будет тяжело. Но мы же говорим, вот, я почему это начал про чебурашку? Потому что есть много разных дел, где люди занимаются каким-то аналитическим трудом, и тогда это правда. Но я просто смотрю и думаю, а дальше-то что? Вот моя логика такая, ты берешь сегодня вот эту работу, вот у тебя есть пять предложений. Как выбрать из пяти? Просто. Ты когда ты берешь эту работу, ты думаешь, где они... Из пяти выбрать очень сложно, особенно если ты не знаешь все пять, и тебе тяжело проанализировать и понять, что тебе интересно, а что нет. Но критерий, критерий вот какой, ты когда смотришь на пять, допустим, они понятны, ты спрашиваешь себя, следующая работа какая будет, вот эта работа, если я возьму, куда она меня приведет? Потому что если ты оптимизируешь вот среди этих пяти, то ты проиграть можешь очень сильно. Оптимизировать надо по следующей работе. Каждый раз, когда ты берешь работу, в том числе, ты... Ты думаешь, нам потом... Не упаси меня Господь, я не хочу, чтобы мы спорили, но, между прочим, у дейта-анализа есть продолжение, потому что сегодня появилась новая, реальная, новая наука, как когда-то QA, было чем-то, которое сформулировалось в серьезную науку, которое Data Science. И сегодня... Это очень серьезно. И Data Science сегодня самая спрашиваемая специальность у нас в Silicon Valley. Ни QA, ни программисты, хотя и тех, и других сильно не хватает. А именно Data Science. Обычно они хотят специфическое образование, там, математика, статистика. Да, но в то же самое время, если ты Data Science, у тебя резюме, у тебя экспириенс, все то же самое, как с QA. Образование не рекуарти, если ты можешь показать, что ты хороший Data Science. То же самое, что если ты QA, и у тебя нет специального, фундаментального QA-образования, как университета, Computer Science, это не значит, что ты не можешь найти хорошую высокооплачиваемую работу. конечно, можешь. Все зависит от того, как ты можешь пройти интервью, как ты можешь себя продать. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok